Вот сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух. И далее по тексту первоисточника. Алиса, ученица 108 гимназии Екатеринбурга, не подозревала, что новое открытие в области литературы она сделает в книжном магазине. Оказалось, что читать Сергея Есенина, Иосифа Бродского и Владимира Маяковского ей разрешено только после достижения 18-летнего возраста. Наш корреспондент в Екатеринбурге Ольга Зенкова попыталась выяснить, почему девушки не продали произведения любимых поэтов. Список литературы, обязательный к прочтению, Алисе выдали в школе. Но в магазинах книги всех трех авторов оказались упакованы в пленку. Так просто и не полистаешь. А на обложках маркировка 18+. На кассе Алису попросили вернуть книги на полку. В надежде все же подготовиться к урокам девушка объехала еще два магазина, но и там получила отказ. Если человек молодой выглядит, мы обязаны попросить документы, нам предоставлять документы. Если 18 нет, мы книгу не имеем права продать. Значит, там информация не предназначена для детей, не достигших совершеннолетия. От какой информации в стихах Есенина и Маяковского пытаются уберечь школьников, выяснить не удалось. Заместитель начальника департамента образования Екатеринбурга, в прошлом педагог русского языка и литературы, тоже не смогла сходу назвать произведения русских поэтов, которые стоит прятать от старшеклассников. Они должны понимать, что писали поэты, писатели, которые жили в определенную эпоху и высказывали свое личное отношение к происходящему и в стране, и в мире. Поэтому, как взрослые люди, они, я думаю, готовы воспринимать эту литературу. Алиса ушла из магазина с чувством обиды, поделилась случившимся в соцсетях, а в ответ получила совет записаться в школьную библиотеку. Возрастные ограничения были введены 6 лет назад, и сейчас детям до 18 лет запрещены к продаже произведений, в которых пропагандируют употребление алкоголя, насилие, содержатся порнографические сцены или ненормативная лексика. За нарушение закона магазин могут оштрафовать или закрыть на определенное время и даже изъять весь тираж из продажи. Маркировка книжной продукции производит издатель, который выпускает книгу. При этом знак информационной безопасности, он согласован с Роскомнадзором. В категорию 18 плюс попадают издания, которые также содержат нецензурную брань. Это всего 4 слова производа от них. Однако, даже если произведения, которые стали классикой, содержат нецензурную брань, мы обязаны проставить знак 18 плюс. Другими словами, Сергей Есенин, который жарил с бандюгами спирт, попал в запрещенный для школьников список с коллегами не просто так. Владимир Маяковский прокололся на ненормативной лексике. И если следовать букве закона, то скоро наступит день, когда Федора Достоевского привлекут за пропаганду насилия за убитую старушку, а Ивана Тургенева за издевательство над животными. В очередной раз боятся какого-нибудь летворного влияния. Вот здесь право применения идет пача какого-то разума. Есть такая прекрасная русская пословица. Заставь дурака Богу молиться, он лоб разобьет. В данном случае, может быть, это эксцесс право применения. Хотя мы видим, что таких эксцессов много. За последние годы писатели и поэты, входившие в школьную программу в качестве классиков, натерпелись сполна. Пострадали Радищев и Чернышевский, Максим Горький, Михаил Шолохов, Николай Островский и Алексей Толстой. Все они либо частично, либо полностью изъяты из школьной программы. Владимир Владимирович Маяковский. Это теперь не поэт октября, а футурист и экспериментатор. Никаких поэм о Ленине и советском паспорте. Только облако в штанах. Зато появились Анна Ахматова, Марина Цветаева, Борис Пастернак и Осип Мандельштам. Владимира Высоцкого, которого почти не печатали в Союзе, обвиняли в литературном хулиганстве, теперь включили в школьную программу. Лауреат Нобелевской премии по литературе Иосиф Бродский страдал при советской власти. Продолжает страдать и сейчас. Запрещать покупать книги Бродского, ну понятно, но это просто анекдот. То есть я думаю, что это все понимают. Но проблема есть, она есть. Проблема падающего образования и неготовности сегодняшних детей, инфантильности подростков, которые берутся, я не знаю, за серьезную литературу, которую необходимо изучать в школе. Я вот как родитель, я бы хотел, скажем, там, своих детей, ну как сказать, сопровождать, что ли, да, когда они читают там Достоевского, да, или когда они читают там Шолохова. Тяжелые вещи, сложные вещи, Соня Мармеладова проститутка, там, Свидригайлов кончает жизнь самоубийством. В общем, это сложная, серьезная тема. И подменять вот образование, нормальное образование школьное, где огромные роли учителей, родителей, вот, подменять какими-то вот такими запретительными мерами, это просто неправильно. С другой стороны, забота о нравственности подрастающего поколения и запретные меры в магазинах в 21 веке, когда любую книгу можно скачать в интернете, выглядит по меньшей мере неэффективно. Как писал запрещенный классик Сергей Есенин, учусь постигнуть в каждом миге коммунной вздыбленную Русь. Сергей Халашевский, Наталья Борщевская, Ольга Зинкова и Александр Викторов. Телекомпания НТВ.